МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разом з мастаком спектакля Явгеном Волковым режиссер перанес дзеянь невядомый усім пьесы у наши дни у сучасный провинцийный городок. Заховываючи композицию пьесы и гугалевских персонажа з їх гаваркими прозвищами, аутр спектакля адаптуе пьесу до успрымання сучасных глядачов і активно уводзіць у дзеянні реалі сёняшніга дня. Гараднішы карыстаецца мабільным телефоном, а прием Хлістакова ладзіць у ночным клубі. Спектакль будзі цікавы глядачам, як яркі прыглад сучасной адаптацій класічной літературы. А тым часам на сцені Великого театра оперы і балета сёння матора опернага мастацтва затікавіць опера «Мадам Баттерфляй», створанная яшча ў 19-м стагодзі итальянскім композиторам Джакам Апучыннім. У аснові оперы ляжыць навэла американскага пісьменніка Джона Лонга пра 15-гадову японскую гейшу Че Че Асан, памянушцы «Мадам Баттерфляй», якая закахалася ў амерыканскага лейтэнанта, нарадзіла яму сына і скончыла жыццё самагубствам. Пасля прэм'єры ў італьянскім Ласкала 112 гадов таму опера была знятае з репертуару. Публіка незразумела яе з месту і была абуранная празмерной працягласцю другога акту. Пучыній скаратівні, каторые нумары падзяліў другі акт на два самастойных дзеянні, паслячаго оперу сустрэлі з захаплэннім, і ана худка заваявала репутацію адной з найпопулярнішых опер ў свєці. І ашчэ адна цікавая падзея сёняшняга дня на гэты раз адбел тэлэрадыо кампані і тэлэканала «Беларусь-3». Сёня ў Музеї історый театральный і музычный культуры адбудзіцца ўрачыстай адкрыцьё выставы «Калыханцы-35». На выставі, присвячанай юбилею усімілюбімай дзіцячай праграмы «Калыханка» можна будзі акунуцца ўкаску да ўжуній ў 35 гадоў і пазнаёміцца з унікальный калекцій лялічных персанажаў. Сабачка Тява, Зайчык Далгавушык, Воук Вова, Буслик, Дзед Барадзет, Мядвядзяня Топа, Лісічка Яна і Сплюшык. Усяго на выставі працтавлены 32 лялічных персанажа за ўсю історую перадачы. А про чляляк ўэкспазіцій можна ўбачыць рэдкі архівныя фатаграфіі, цікавыя кадры саздымачныя пляцолкі, колекція костюма ў ведучых праграмы, а таксама паглядзець відеофільм пра історую Калыханкі. Сёння, каб пабіншаваць юбилеем любимую перадачы ўсіх маленьких беларусов, мы запрасілю ў нашу костюмю аднаго з самых популярных яей героеў. У студы праграмы «Калейдаскоп» мы вітаем любимого героя Калыханки «Медведяня Топу» у компании за актёром театра і кино Владимиром Вранковым. Привет, Топа! Здравствуйте! Здарова, здарова! Здравствуйте, Владимир! В этом году Калыханке исполняется 35 лет. Можете вдвоём с Топой вспомнить, сколько за это время было уже таких плюшевых героев в программе? Знаешь, проще начать с того, что если Калыханке 35, то у меня 30 лет, как я сижу под столом, и что касается Топы, то это уже четвёртое поколение. Это уже даже не внук, уже правнук. Если учесть, что это четвёртая кукла, только Топы, на моей памяти, ну, чтобы не соврать, больше 50 персонажей прошло перед глазами. Я вот знаю, что Топочка, он много путешествовал по Беларуси. Даже приходилось заниматься сельским хозяйством и, по-моему, даже Нёман переплывать. Когда Калыханка была выездная, объездили, по-моему, все беловежские пущи. И когда в вольерах снимали сюжеты, вот такого я не знал, как реагируют живые животные на кукол. Я думал, там енот разорвёт клетку, я не знаю, почему так не понравился. Кто-то наоборот. А почему с Нёманом связано? Ошалела щука, видимо, до такой степени, что кто это лезет, что её так легко, её поймали руками. Почему вот мы Нёман запомнили, когда сидели с кукол, вдруг так, знаешь, как по щучьему виленью морда поднимает, и говорит, кто это? А её, хватит, ловили на топу. На топу, да. Я знаю, что за время существования программы Калыханка подружилась и с другими Калыханками в других странах. Москва первая была, Киев. Мы всегда, вот какой-то юбилей, мы всегда ездили. И потом делали общие программы. И что спокойной ночи, малыши, что к знаменитому деду на Украину? Я знаю, что Калыханка всегда желанный гость на фестивале «Анимаёвка». Что такое «Анимаёвка»? То есть перед международным конкурсом мультфильмов они ждут мультиков. Ну и чтобы этот гвалт несколько притушить, Калыханка решила там... И вот суть даже не в этом. Как реагируют дети, когда они видят куклу, а потом появляется персонаж? Вот про это вообще можно было отдельный фильм снимать, хотя психологи утверждали, что это может ранить ребёнка, если он увидит. Ну, в принципе, были такие случаи, когда я топу держал, и мальчик лет восьми долго смотрел на меня, на топу, переводя взгляд, он говорит, прекрати его дёргать, ему больно. Так вот, как показала практика, дети знают, дети любят, дети смотрят. Не только дети, я вам скажу. На самом деле, топа не такой беззащитный персонаж. Я знаю, что он любит похулиганить. Что лично вам нравится в его характере? Не, ну, если учесть, что мы остаёмся детьми, не меняется, что началось у меня 30 лет, что продолжается сейчас. Ну, фактически, мы называем это наказанием живых персонажей. То есть, они сидят за столом, они все такие красивые, их все видят, а мы сидим под столом. Мы возьмём, шнурочки свяжем, феечка, чтобы она текст не забывала, мы её скотчиком привяжем к стульчику. Ну, правда, один раз она упала, мы перестали её привязывать скотчем. Поняли, что это очень жестоко, но бдительные должны быть обязательно, потому что мы детьми остаёмся даже под столом. Ну, вот за 35 лет колыханки и за 30 лет ваших в колыханке дети же наверняка изменились. Вот изменились ли отзывы, реакция на программу? Живой пример. Я начинал в колыханке, у меня был маленький сын. Он уже вырос, сейчас у меня внучка, внучке 8 лет. Вот они по-разному реагируют? Абсолютно нет. Внучка с гордостью всегда говорит, когда дети, кто у вас там, мама и папа, говорит, зато у меня дед, мишка топа. Ну, а если брать по тем же письмам, рисункам, которые шли 35 лет и продолжают мешками идти, уже сколько и поженили, уже в мечтах и построили дома, по рисункам, если судить, и продолжают, как у Деда Мороза, чего-то предлагать и просить, и чтобы приехали в гости. Сегодня в музее театральной и музыкальной культуры открывается выставка «Калыханки-35». Что там будет представлено? Ну, во-первых, это будет все поколение, те топы, сохранившиеся. Фактически, история «Калыханки» перед глазами любого человека, вот сколько людей даже вот приходит сейчас и говорит, как? И это? И говорит, да, и это, и это, да, и это. Очень приятно, когда люди, дай бог им здоровья, все говорят, вот мы можем смело называться брендом БТ. Ну что, история была славной, мы желаем вам не менее славного будущего. Спасибо большое вам, Владимир, что пришли в гости, и спасибо большое Топе, что тоже нашел время в своем плотном графике. А мы пойдем дальше работать. А я нагадаю, что сегодня у музея театральной и музычной культуры открыть все выставы «Калыханцы-35» про ее и про историю «Калыханцы» мы гуторялись сегодня с героем программы «Медведенем Топы» и актером театра и кино Владимиром Варанковым. Ой, да побачить, хлопчики и девчинки! Ой, я-я-я-я-я! Далее у программы мы звертаемся до славутых имянинников сегодняшнего дня и першим узгадаем имя одного спачинальника у беларуской литературы и драматургии поэта театрального и громадского дееча Винсента Дунина Мартинкевича, який народился 208 году тому. У своих творых письменник звертау увагу на життё простых людей. Многие в образы и сюжеты черпау с народных казок и песен легенд депаданню. Распрацавау новая жанра у беларуской литературы вершаванная оповесть и оповяданне. Миновитый Винсент Дунин Мартинкевич организавау першы беларускі театр, який ладзі у спектакля у фальварку Люцинка, а таксама у Минску, Бабруйску і іншых месцах. А крамя таго пераклау на беларускую мову паэму Адама Мецкевича «Пан Тадэвуш». І сам написаў камеды «Залёты», «Сялянка», «Альбоедыля» і «Пінская шляхта». Яго камічна опера «Сялянка» была пакладзіна на музыку вядомым польскім компазіторам Станіславам Манюшкам. А камеды «Пінская шляхта» і «Залёты» с поспіхам ставіцца на сценах многіх театра Україны і карыстаюцца нязмінныя популярнастю углядачоў. І ў працях темы літературы. Сёння спаўняецца 143 гады з дня нараджэння выбітнага рускага пісьмінніка Міхаіла Прышвіна. «Пясняр Прыроды» так звалі таліновітага пісьмінніка яшче пры жыці яго сучаснікі. У сваіх творах ён апісваў природу з асаблівы вытанчаннастю і любоўю. А свае нататкі ў дзённіку ператвараў ўсапрауднае мастацтва. Захапляўся фотографі і ілюстраваў свае творы футаздымками. Сярод яго літературной спадчаны нарысы аповісті і галовныя аповяданні, які чыталі нам бацькі ў далекім дзятінстві. «Календар Прыроды», цыкл Мініатюр «Лясная Кропель», «Каска Бэль Камора Сонца», аповість «Каска Карабельных Ушчар» і інші атворы, які ўвайшлі ў Золотый фонд савецкай дзятячай літературы і перакладзіны на замежная мовы. Апроч таго, Михаіл Прышвін захапляўся написаннім артыкулаў па аграномі, якіх засталося бач за сотню. І яшчэ адно вучнае імя сёння спаўняцца 270 гадо з дня нараджыння аднаго з выдатных барацбітоў за волю тадэвуша Кастюшкі. Палітычны і ваэнны дзеў рэчы паспаліта і кераўнік націанальна бэзвалэнчага паўстання 1794 гада ўдзельнік вайны за незалежнаць ў пауночной Амірыцы. Тадэвуш Кастюшка націанальны герой Беларусі, Літвы, Польшчы, ЗША, гоноровы грамадзянін Францыі. Аутарству Кастюшкі належыць так званы Паланецкі Универсал Маніфест, ў якім сәлянам абяцалася вызвалэння ад прыгону. Яго імем названы площы ў уліц ў ў беларускіх ды польскіх гарадах, а так самы ў Белградзе, Санкт-Петярбургу, Будапешті, Вільнюсі, Рыады Жанэра. Апроч таго імята дэвуша Кастюшкі носіць найвышэйшэя гара Аустраліі. Далі ў калейдаскопі звернімся до сучасных падзей і давідаімся, што цікавага адбываецца ў культурным житці Гродзіншчаны. Творчы праэкт реалізавала Гродзінская обласная навукова і бібліатэка імяя ў Хімакарскага яны узбагатілі культуру Гродзіншчаны. Чарагава ў сустрэча сабрала прыхільнікаў дзятячай творчасті і аматораў паэтычнага слова Віктора Кудлачова. Гродзінскага дзятяжага пісьменніка ведаюць многі. Аутар дано піша, як вершаваны, так і празаічныя творы для малінкіх чытачоў. У літературной дзейнасті мастака слова 20 выданніў. Вершы для дзятсіў вашлі ў 47 паэтычных зборнікаў. А крамя гэтага больш за 70 вершоў пакладзіны на музыку. Гродзінскі естрадно-сімфанічны аркестар Нота Бэнд рыхтуецца буў створыны 5 гадоў таму. За короткі термін сваюў творчы дзейнасті аркестар дасягнул значных поспіхав. У лютым 2011 года аркестар став пірамушцам праэкта «Юсті Дэя Дзейничай». У Снежні 2011 года естрадно-сімфанічны аркестар отрымал грант спеціяльнага фонду президента Республіки Беларусь по патрымце таліновітай молодзі. У 2014 годзі естрадно-сімфанічны аркестар нота-бэт пад кіраўніцтвам Юлія Мельчэнка отрымал звані народнага аматорскага каліктыву. Памежны стан адкрытўўы ставы пад такоў назва адбылось ў Гродна. Аўтар Мінская мастачка Катярына Сумарава яркая працтаўніцца сучаснага беларускага мастацтва. Яна творца з выразнае акрэсленнай пазіці прапануе глядачам пра свае біспрадмэтны жавапісныя палотны прыняць ў дел ў сваясаблівым эмоциональным дайалогу пагрузіцца ў таямніцы чалавечай падсвядомасті. Творы мастачкі знаходзіцца ў музеў сучаснага выявленчага мастацтва, Мастацкая галірея національнага полацкага гісторыко-культурнага запаведніка, Гарадской мастацкая галірея Грамыка, прыватных колекцій Беларусі, Польшы, Україны, Ірані, ЗША, Канадзі і іншых. І на праканцы праграмы мы нагадаем, што ў Рэчыцким краязнаучым музеі зараз ладзіцца выстава творы ў беларускага мастака Аляксандра Ісачова. Першая прыжыццёвая экспазіція творы ў Мастака ў Рэчыцы адбылася ў 1987-м годзі. Яна раптоўно зрабіла мастра вядомым не толькі ў родным горадзі, але і паўсёй Беларусі, а пазній і за межамі краіны. За сваю ня долгая жыццё Аляксандра Ісачова напісаў каля пятисот жывапісных палотнаў і сотні лістов графікі. Колярам і алоукам майстар авангарднага мастацтва даследваў таямніцца душы чалавека, адчаго яго работы набывалі ярка выражаны містычный рэлігійны характар. Асновной тэмай творчасті для Мастака сталі культуры і міфологія старажытных народаў Індыі, Єгіпта, Грэцый і Сярэдній Азії. Зараз творы Аляксандра Ісачова заховываюцца ў музеях і прыватных калекціях Українах, Заходній Європы, Блізкага ўсходу, ЗША, Расі і Беларусі. На выставі працтавліны палотны з фонда ў Рэджыцкага музея. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з нами і падтрымлівайце культуру і заставайціся на Беларусь-тры.